Глава НАТО Янс Толтенберг впервые за долгое время подчеркнул усилия Западного Альянса по адаптации своих возможностей к текущим угрозам безопасности, отметив агрессивную риторику со стороны российских властей и ядерные учения, проводимые Москвой. В беседе с журналистами он назвал ядерное оружие главной гарантией безопасности НАТО и средством сохранения мира. Во вторник Россия заявила, что её войска начали второй этап учений по практическому развертыванию тактического ядерного оружия вместе с белорусскими войсками после того, что Москва назвала угрозами, поступающими со стороны западных держав. То, что мы видели в последние годы и месяцы, это опасная ядерная риторика с российской стороны. Мы также видим ещё несколько учений, ядерных учений с российской стороны. Говоря о том, что глава Альянса назвал продолжающейся адаптацией ядерного арсенала НАТО, Столтенберг сообщил, что в июне Нидерланды поставили на вооружение первые истребители F-35, способны нести ядерное оружие, отметив, что США модернизируют свои ядерные вооружения в Европе. Глава Североатлантического альянса также упомянула модернизацию ядерного оружия Китая, заявив, что Пекин увеличит количество ядерных ракет в течение нескольких лет, и многие из них смогут достичь территории НАТО. Субтитры создавал DimaTorzok